всем привет с вами картофан и сегодня я продолжаю снимать гайд по таункрафт 4 начнем и сегодня расскажу про босса который добавляет мод таункрафт 4 вот я в прошлой части говорил что нужно сделать чтобы вообще его призывать ну точнее не призвать а попасть в этот мир а сейчас вам покажу вот я нашел этот обелиск по всему миру искал и вот кстати как я вам говорю такие вот есть вемпелы около него нам нужно будет поставить эти глаза древних вот потом кликнуть по ауре палочкой заряженной то есть нету вот поэтому нижней части и у меня вот палочка почти что вся разрядилась то есть нам понадобилось 75 вис вот и вообще я вам советую то что нужно лучше 100 вис чтобы вас была палочка иначе у вас может не получиться теперь мы можем войти в этот портал такие звуки страшные слева погромче надеюсь вам слышно вот я сюда вошел а вот я появился в этом мире вот так вот он выглядит вот но это вообще по сути лабиринт они здесь будет очень много мобов имея здесь немного лагает так как у меня слабый комп но думаю все будет нормально вот вам вообще здесь нужно будет найти вот такую тронническую скрижали это будет такой отдельной комнате здесь нужно будет бродить очень долго здесь будут спавниться разные моба вот из таких вот штук как можно заметить меня здесь как раз был такой паучок но вот так у меня мирная и я включил мирную чтобы не ладал вы также сможете найти такие вот а вазочки и прям сможете найти всякие разные вещи также вот этим можно будет ломать штуки у нас кстати бьет вот эту штука так или нет нет туда они бьют током а если вы здесь сломать то там будет космос вот если вот это сломать штуку то вам будет покажу какая штука она будет очень полезная для изучений вот такая штука фрагмент знаний когда будете ее изучать то вам будет даваться некоторое количество разных аспектов вот вот я сейчас в критике поэтому она у меня не сломалась а здесь можно будет очень долго бродить и найти во первых вот эту ироническую скрижаль и потом уже самую дверь босса я сейчас попробую найти дверь босса и уже вернусь вот кстати ироническая скрижаль здесь немного бегло и нашел вот здесь может быть забрать вот так вот вот ну я пошел искать босса а вот я нашел эту вот дверь как вы можете заметить у нас здесь как раз такая вот форма как у нашей скрижали а я кстати тут немного пахтахов ведь по всему миру вот искал потому что это было очень трудно найти вот нам нужно сюда будет ставить скрижаль у нас появится один из трех боссов блин я забыл про то что у меня стоит мирный режим и у меня здесь он не появился но здесь у нас должен был появиться электрический босс его довольно таки легко убить главное иметь халитвый меч либо же какую-нибудь очень хорошую палочку там на какой-нибудь огонь зачаренный очень ну то есть и прокачанную а прокачанный она была очень как на огонь вот ну либо что на искры или очень такое короче расскажу вкратце в чем делает он делает электрический пол а кстати здесь выходит нельзя полетать здесь вам пишет уж типа ну можно притом на секунду из детей но потом опять падаете вот а он кражетил дискетчерский пол и вы здесь не можете ходить то есть вас будет спить но когда вы утром когда вы его убьете то вовсе это вам выпадет а сингулярный жемчужина честно покажу как она выглядит вот так она выглядит вот и и давайте короче перемещусь в наш мир и расскажу вам что с помощью нее можно будет сделать и вот и переместился наш мир а с помощью этой штуки можно будет делать а вот эту вот архимическую печь которую я делал в прошлой части показывал как делать вот а также может быть сделать сингулярные узи лауры честно покажу что это и также сингулярный крушитель вот таким то образом вот здесь все описывает что он делает а давайте покажу сначала что делать сингулярный крушить так нужно первых делать день сингулярный крушитель вдруг сейчас еще ночь наступит и так же перейти в режим выживания а с помощью сингулярного крушителя вы сможете ломать блоки ну то есть вот вот очень быстро ну и в общем то все короче так может быть очень быстро ломать и радоваться вот и так же его может быть зачарить насколько я знаю то что у него и так уже стоит на восстановление но чтобы не сломался лучше всего пойти к этому вот а зачаровалки вот этой вот так надо включить мирно это еще лагать будет а вот съемку сюда и здесь можно будет сделать а например выбираем на прочность так дальше мы выбираем восстановление где это так сейчас искажение а у нее так как сейчас ну уже встроено восстановление то здесь мы не можем зачарить например прочно здесь повышаем потом сюда можно будет эффективность вот на 5 делаем а удачи можно шелковое касание например ну и искажение если честно я не знаю что оно делает я впервые с этим искажением встречаюсь и когда я сюда кстати палочку засунул то у меня все сбросилось а вот кстати восстановление вот можно сюда тоже сделать эффективность не знаю почему кстати в прошлый раз не было этого а ну удачу ну и все короче чарим вот здесь нам показывает сколько это будет употреблять так так и у меня почему-то ничего не чарится так почему я без понятия почему оно не делается ну ладно не знаю почему у меня так все делалось на сервере ладно давайте я вам сейчас расскажу что такое асингулярная аура нам нужна будет аура обычная так давайте где-нибудь здесь все это сделаем вот ставим ауру потом мы даже будем кликнуть правой кнопкой мыши сингулярной вот эта вот шемчужина она у нас пропадет вот мы нажимаем у нас короче взрыв такой идет и у нас здесь будет пять аспектов то есть почти все потом мы встаем куда-нибудь бесконечную штуку и теперь у нас едет бесконечная аура почти на все аспекты это очень удобно но по моему это очень затратно но зато у вас теперь будет теперь вы сможете заряжать свою палочку только в одной верстаке почти что ну можно сюда будет еще добавить на сумку я знаю сингулярно ли card давайте кстати это сделаем и возможно у нас будет на все аспекты чтотали да вот у нас на все аспекты теперь наша аура и теперь нам мы с чем можем разоружить только в одном верстаке нашу палочку Вот. Так. Ну, давайте я сейчас немного о Ихоре расскажу. Так. Ихор у нас находится в там инженере. Он открывается после того, как мы открыли древние знания. Вот. У нас есть бездонная сумка. Ну, вообще, можно самому разобраться в этом. Ну, я вам сейчас расскажу вкратце. Так. Я не приготовился к этому. Так. Сейчас еще и надо найти. Ну, короче, это такой, так сказать, сундук. Ну, ладно, сейчас я покажу. Так. Вот она. Ее вы сможете открыть. У вас здесь будет очень много слотов. То, что вы можете положить. Вот. То есть, вы можете сюда положить всякую палочку, ауру. Вот. И теперь вы можете так передвигаться, и у вас будет такой вот огромный инвентарь с вами. А также есть еще и Хорсен. Так. Не знаю, здесь он есть. Здесь его нету. Ладно, короче, в Туманидом все посмотрим. И сейчас я вам покажу, что он делает. На самом деле все описывается в том мини-коне. Так. Так. А у нас также есть пробужденный Хорсен. Ну, я вам сейчас расскажу про обычный. Обычный у нас просто добавляет броню. Вот. А пробужденный... Так. Пробужденный. Сейчас. Обычный у нас просто-напросто добавляет броню по... Ну, то есть, всю броню, то есть, у нас всю шкалу заполняет. Вот. Так. Так. Сейчас. Здесь у меня почему-то нет такого пробужденного и Хора. Ну, короче, с помощью и Хоревой роба пробужденного вы сможете летать бесконечно, не тратя ничего. С помощью и Хоревого капюшона вы сможете ничего не есть. А нет, точнее, вы будете. Вам нужно будет есть, но вас будет восстанавливаться жизни и без еды. И также вам будет заменять это очки откровения. Также и Хоревые шаровары будут вас лечить, когда вы будете находиться в лаве. Или когда вы будете гореть с помощью и Хоревых сапогов. Под вами будет трава расти. Смотрите, сейчас я не сплю. Хоп. И... Почему? А, ну, потому что они менее пробужденные. Если у вас будет пробужденная трава, у вас будет под вами расти трава. И также, когда вы будете падать, с высоты почтового вам не будет наноситься никакой урон. То есть, вы почти что будете бессмертными. И вы не будете вообще умирать. И также, кстати, с помощью этих сапогов вы будете прыгать, как и с помощью сапогов путешественника. То есть, с помощью этого сета вы сможете, короче, быть богом. Только у вас не будет таких ресурсов бесконечных. Что-то еще есть интересного. А, ну, с помощью кошачьего умлета, с помощью него вы сможете отпугивать из себя криперов. Также вы сможете делать и Хоревую палку. То есть, вот у вас есть и Хоревые серебро-древесные стержни, и также и Хоревые наконечники. Вот. Так. Ну, с помощью пробужденных инструментов. Думаю, вы сами разберетесь, что они делают. Вот. Думаю на этом про заканчивать. С вами был Картофан. Это был, скорее всего, последний выпуск по Таункрафту. По гайду Таун... Ну, короче, по Таункрафту 4.2. Вот. С вами был Картофан. Подписываемся на лайки. Комментируем. И всем пока.